МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обычно в глубинку едешь зачем-то эдаком, чего не встретишь. В городе богатая история, легенды местных жителей, красивые наличники, природа. Эта же земля хранит в себе настоящее сокровище в прямом смысле этого слова. В 17-го года этого века в Максимовке ведутся археологические раскопки. И сегодня мы не только расскажем о них, но и покажем. В 2017 году местный житель обнаружил на этом месте останки костей и сразу обратился к ученым. Эта первая находка привела к большому археологическому памятнику и, следуя территорию, специалисты обнаружили массовые захоронения Меднокаменного века, изучение которого ведется до сих пор. Такой вид археологического памятника называется могильник. Один из интереснейших могильников Меднокаменного века. Нужно сказать, что вот этот небольшой регион получил известность благодаря раскопкам, расположенного в пяти километрах отсюда у села Съезжие могильника, он получил мировую известность. О нем на самом деле знают и в Америке, о нем знают и в всей Европе. Но это был период раннего неолита. А мы занимаемся изучением могильника, который относится к самой завершающей его фазе – поздний неолит. При раскопках захоронений историки узнают о быте, традициях и культуре древнего поселения. На данный момент в этом роскопе обнаружено более 50 погребений и множество фрагментов сопутствующего инвентаря – орудий труда и быта. Люди в этот период хоронили в очень нестандартной для нас интересной позе сидя или полусидя. Вот такая поза, она, в общем-то, вызывала всегда интерес. Почему? В инеолите, раннем бронзовом веке отдельные такие погребения есть. На Урале, за Уралом, в Северном Казахстане, до территории Украины, на Волге, вот на Нижней Волге. Но это отдельные, только лишь отдельные погребения. Это какая-то экстраординарная поза. А здесь это ординарная. То есть основная часть вот инеолитических захоронений – именно вот такие вот в сидячей позе. Это показывает, что были какие-то очень интересные и культурные процессы в этот период, о которых мы пока очень мало знаем. И какие-то широкие связи с этими большими регионами. В этой экспедиции участвуют студенты Самарского государственного социально-педагогического университета. Все находки описываются и вносятся в отчет, который потом передается в музей. Этот памятник многослойный. Мы находим не только инеолит, для которого мы сюда приехали, но и средневековье. Мы собираем керамику нового времени, 18-19 века. Также собираем, потому что мы занимаемся инеолитом, а другие люди занимаются средневековьем или вот новым временем. Все мы также собираем, сдаем. Кому надо, посмотрят, сделают всякие статьи, доклады. Самая необычная находка в этом могильнике – уникальный жезл эпохи раннего инеолита. Древний умелец вырезал животное из лосиного рога. Кого он изобразил – лошадь или лося – археологи спорят до сих пор. Но в одном вопросе их мнение сходится. Это настоящее произведение искусства. Сейчас роговой жезл хранится в Самарском археологическом центре. Эти находки означают наше новое знание о тех прошлых эпох, которые открываются иногда с неожиданной стороны. И самое главное, вот такие вещи передают образ мыслей первобытного человека. Когда смотришь, это вот та самая попытка понять, что он мог чувствовать, делая такие изображения. Ну и когда все это понимаешь, вот эта разница во времени между нами, ну вот 5-6 тысяч лет тому назад, вот эта разница становится такой небольшой. Были замечательные мастера, и сейчас есть замечательные мастера. В этом смысле человечество, конечно, сохраняет все свои основные черты, но усиляет надежду на такое замечательное будущее человечества. Жители Максимовки каждый год радушно встречают историков. Ученики местной школы даже принимают участие в раскопках, а учителя используют найденный материал в своей краеведческой работе. Неудивительно, что эту местность облюбовали наши предки. Природные богатства, полноводные реки, леса, обильные ягодами, грибами и животными кормили древние поселения. Максимовка находится на левом берегу реки Самары. Лесной массив с 2008 года присоединен к национальному парку Бузулукский бор. Мы с вами находимся в национальном парке Бузулукский бор. Это уникальное место. Мы с вами видим слияние двух рек. Река Съезжий и река Самары. Съезжий даже само название, потому что эта река съезжает в реку Самары. Наш лес богат растительностью. Здесь есть редкие цветы, ягоды. И также животный мир здесь богат. Лоси, бобры, кабаны, косули. Косули причем выходят близко к деревне. А в этом году было такое необычное событие, как миграция волков через наш лес. Село живет в гармонии с природой. На бескрайних полях растут луговые цветы и пасется домашний скот. Сегодня здесь царят покой и умиротворение. Но местные жители знают, что когда-то у этой земли было особое назначение. Великая Отечественная война затронула многие населенные пункты нашей страны. И Максимовка не стала исключением. Ее история связана с советской авиацией и Ейским военно-морским училищем, на базе которого обучались летчики перед отправкой на фронт. А в этом месте был расположен военно-полевой аэродром. Из книги приказов по Ейскому военному училищу мы узнаем, что в 1942 году военно-морское авиационное училище имени Сталина в связи с приближением фронта к городу Ейск было принято решение перебазировать в Борское. И ближайшие села с огромными полями, они когда там засеивались пшеницей, рожью, они были отданы для того, чтобы здесь проходили обучение курсанты. Авиационные подразделения прибыли в Максимовку 15 октября 1942 года. Начали копать землянки, в которых жили курсанты, и строить взлетно-посадочную полосу. Это место было выбрано по причине его неподтопляемости, чтобы сооружения не пострадали. Курсанты проводили по 8-10 часов в день на поле, отрабатывая полеты, прыжки с парашютом и стрельбу. У нас даже есть письмо одного курсанта из воспоминаний. Наши занятия идут своим чередом, как длинная, однообразная вереница ступенек лестницы, конца которой не видно, а взбираться все труднее, устали. Пришла дождливая осень, а вместе с ней слякоть, грязь. Но мы не унываем. Учебные занятия, строевая служба, чистка обуви и одежды и прочее дело курсантской жизни повторяются изо дня в день и разнообразится редко и незначительно. Сейчас мы находимся на том месте, которое в годы Великой Отечественной войны занято было под аэродром. Что из собой представлял аэродром? Вот вы видите, вдоль реки Самарки располагались землянки, палатки, летчиков, которые прилетели сюда, и курсантов. И, конечно, здесь же была и взлетно-посадочная полоса. Мы сейчас по аэроснимку точно видим, что земля сохранила следы этого штатного окапывания, что достаточно уплотнены были между собой вот эти постройки, в которых жили курсанты. Во время войны землянки заменяли солдатам не только жилье, но и другие хозяйственные сооружения. Склады, штабы, столовые. Местные жители, ставшие свидетелями тех событий, рассказывают, что у курсантов был даже свой полевой клуб, в котором устраивали танцы. Местные девушки ходили в этот клуб, на танцы. В общем, помимо строевой подготовки какой-то военной, была еще и мирная такая вот бытовая жизнь, которая, наверное, тоже моральный дух этих солдат, молоденьких мальчиков, очень даже и поддерживала. Мы делали запросы в районный ЗАГС, и оказалось, что 15 девушек из нашего села вышли замуж за летчиков. Как местные девушки вспоминают, сейчас уже это, конечно, в зрелом возрасте старушки, здесь было даже электричество у них. Здесь были больницы, и местные женщины водили сюда своих детей для того, чтобы доктор их мог посмотреть. В октябре 1943 года после освобождения Ейска начался поэтапный перевод училища. Многие курсанты писали, что им было жалко прощаться с Максимовкой, ведь здесь они впервые сели за штурвал самолета. Аэродром работал до 1947 года, а затем поля снова перешли в сельскохозяйственный комплекс. Возвращалось мирное время. Мы перемещаемся в соседнее село Съезжие. Его история начинается еще в 17 веке. Здесь находится один из древнейших храмов Самарской области, возраст которого почти 200 лет. Космодемианская церковь была построена в 1827 году. Легенда гласит, что на строительстве храма трудился бескорыстный и добродетельный каменщик по имени Кузьма, известный своей праведной жизнью и самоотверженным трудом. Благодаря его благочестию жители села приняли решение осветить престол храма в честь святых Космы и Демиана, покровителей врачевания и бескорыстной помощи. Это был большой храм. Там был иконостас, 7,5 метров, отоплелся тремя печами. В 1938 году был закрыт, и его использовали как зернохранилище. В советское время подпорки металлические были срезаны, чтобы легче машинам было заезжать в этот храм. И со временем, в 1991 году, купол был разрушен. В 2005 году полуразрушенная церковь была передана верующим, и с этого момента началась долгожданная реконструкция. Прихожане сами расчищали здания от мусора, находили под завалами чудом уцелевшие иконы. Они с радостью обнаружили, что не все уничтожено, что здесь сохранились фрески ангелов, икона спас нерукотворного. Вспоминают, как бабушки подходили через груду мусора, чтобы приложиться к этой иконе, к этой святыне. И постепенно храм восстанавливался усилиями первого священника отца Владимира. Сейчас здесь постоянно проводится богослужение, в праздничные дни, в субботу, в воскресенье. Недалеко от сел Максимовка и съезд же есть озеро. История гласит, что в 1958 году местная жительница увидела над озером образ Казанской Божьей Матери. В советское время озеро травили и пытались осушить. С недавних пор оно считается святым, и в празднике Казанской Божьей Матери сюда идут крестным ходом от храма Космы и Дамиана. Озеро стало местом притяжения паломников со всей России. Люди верят, что вода из него обладает исцеляющей силой. Неподалеку находится часовня в честь Казанской иконы Божьей Матери. Ее построили в 2006 году. Прикоснуться к истории губернии и интересно провести выходной можно в селе Бариновка Нефтегорского района. В 2023 году здесь открылся экопарк «Бариновская мельница». Это единственная в России ветряная мельница, восстановленная на своем историческом месте и сохранившая свою работоспособность. Здесь можно посетить экскурсии и узнать о хлебном прошлом нашего края или поучаствовать в мастер-классах. У нас есть несколько видов мастер-классов. Первый, самый популярный мастер-класс, каждый себя может почувствовать в роли мельника и намолоть муку на ручных жерновах. На таких ручных мельницах домохозяйки 19 века мололи муку. Это тяжелый труд. Неподготовленному человеку прокрутить каменные жернова довольно сложно. Я поняла, это вам не по мельнице бегать. Для тех, кто хочет сэкономить на детной зале. Да-да-да. Мастер-классы проводят в доме мельника. В нем же располагается пекарня, где можно научиться печь сдобу по старинным рецептам. Теперь, значит, мы переворачиваем нашего колобка кверх ногами, немножко дегазируем, то есть мы выпускаем из теста воздух. Своими знаниями делятся пекари бариновской мельницы, чье мастерство было отмечено на федеральном уровне. В первый же год своей работы они взяли золото на Всероссийском кубке сельских пекарей, соревнуясь с командами профессионалов со всей страны. Лебушек ушел в ночную расстойку, и наутро появился у нас печки. А именно, то есть в 4-8 часов опар. На этом наше путешествие заканчивается. Мы надеемся, что наш выпуск вдохновил вас на новые открытия и напомнил, что самые удивительные места часто находятся совсем рядом. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok